Отрезок Первомайска от перекрестка с улицы Мира постепенно повышается в сторону расположенной поблизости площади. Уклон пандуса здесь достаточно крут. А потому, если съезжая с него вовремя не затормозить, то вполне можно выкатиться на проезжую часть оживленного перекрестка. И это при том, что таких пешеходов в инвалидных колясках в этом районе немало. Ведь здесь, неподалеку, расположено отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями. И чтобы наглядно показать, как теперь приходится преодолевать данный отрезок, активисты Ухтинского общества инвалидов Наталья и Марина решаются на эксперимент. Вот я въезжаю на пандус и сразу чувствую его неудобный уклон. Коляску тянет вниз и без посторонней помощи я просто здесь перевернусь. По-другому не получится. И пока погодные условия позволяют здесь асфальт, а представьте, что будет, когда наступит зима, он будет скользкий. А вы в состоянии будете сами затормозить, если вы не станете? Затормозить я смогу, но коляска может опрокинуться в тот же момент. И опять же, у меня руки сильные. А если мы берем людей, допустим, шейников, у которых нарушены функции рук, у которых руки слабые, им совершенно будет не подняться и не спуститься, это будет травмоопасно и опасно для жизни. Александр, отпустите, пожалуйста. Вот я пытаюсь подняться сама, я этого сделать не могу, потому что высокий уклон. Это он еще не скользкий, еще нет дождя, допустим, да? Только с посторонней помощью. Даже при наличии здесь второго перила, который, к сожалению, почему-то отсутствует, подняться здесь будет невозможно. Человеку, который сам в такой ситуации не был, возможно, такая оценка окажется излишне субъективной. Тем более, что если надо проехать в инвалидном кресле, то есть и другие подъездные пути. Но на противоположной стороне тротуара пандуса нет вовсе. Зато имеется постепенно возвышающаяся горка, причем без перил. Со стороны мира в сторону кольца подъезд пологий. Казалось бы, вот он подходящий путь. Но переход на противоположную сторону затруднен оживленным перекрестком. Не перебраться и в другую сторону тротуар пологий, а трудности с приездом те же. Да и съезды с тротуара есть не везде. В некоторых местах инвалидам приходится проезжать прямо по проезжей части. Пандус удобства не добавляет. Не учли требования СП-59-13330 от 2016 года, где четко прописано, какой должен быть уклон. То есть и так же не соблюли закон 181 статью 15, которая вот была недавно актуализирована как бы. И вот уклон этого пандуса, он не соответствует нормативу. То есть колясочник, человек с инвалидностью, он не сможет здесь заехать без посторонней помощи. То есть даже с помощью очень тяжело поднимать, потому что пандус скользкий, вот сейчас после дождя даже нереально поднять. А тем более, если он сам поднимется, ну я думаю, такого не случится. Конечно, в кресле женщина, ей непросто, не хватает сил. Но что, если в такой ситуации окажется мужчина? Достаточно крепкого сложения. Наша съемочная группа решила проверить это. И вот уже журналист сам усаживается в кресло и пытается преодолеть участок пути. Я в коляске никогда не ездил, то есть это все впервые. Соответственно, мне страшно. Ну, в общем, я вот скатываюсь, на самом деле... Ну, я, конечно, еду, но меня сзади держат. Если не езжали, было бы... Ай, Боже, страшнее. Вот так вот было бы. Да, было бы вот так, а было бы еще хуже. Вот, смотрите, еще вот она вот светела просто. Почему? Потому что пандус не соответствует. Это действительно требование, то есть... Да, вот я на бок завалился. Если бы сзади не держали, наверное, я бы уже лежал. Сейчас то же самое, только наверх. Вниз было не упасть. Теперь главное залезть. Поскольку я никогда не лезду, несмотря на то, что я взрослый и, в общем, здоровый мужчина, руки, естественно, у меня как у обычного среднестатистического. Вот сейчас я попробую своими силами туда забраться. Если нет, сзади страхуют, опять же. Видите? Так, а как поворачивать тут? Левый. На самом деле, очень тяжело. А поскольку ты не можешь прерваться и отдохнуть, это еще и тяжелее. В общем, резюме такое. Даже если ты здоровый человек, сюда ты не заедешь. Ни при каких условиях без посторонней помощи. С детской коляской этот участок преодолевать, безусловно, легче. Но внимание у мамы также должно быть максимальным, чтобы случайно не выпустить из рук коляску, иначе она также норовит укатиться прямиком на проезжую часть. Как бы то ни было, реконструкция тротуара на этом участке улицы произведена. Да только о том, чтобы сделать панду с пологим, никто и не подумал. Олег Исмаилов, Павел Логотин, Юрган, Ухта.